Солянка У каждого свой рецепт, поэтому хочу поделиться своим рецептом и показать, как ее готовлю я Быстро пройдусь по ингредиентам, расскажу, что нужно для того, чтобы приготовить соляночку по моему рецепту Я буду делать бульон, некоторые не делают бульон вообще, но я не знаю По мне так солянка это густой, наваристый, хороший, вкуснющий бульончик с обилием разного мяса Бульон у меня будет на домашней курочке, курочке у меня килограмм 200, спасибо родителям Далее у меня колбаса краховская, через букву х Это колбаска с индейки, в принципе у меня будет такая солянка более из птицы, я бы это так сказал Будет гуска, кто не знает, что такое гуска, это попка, то есть хвостик индюшки И колбаска охотничья, тоже из индюшки, это по мясу Также нам нужно будет морковка, острый перчик, смотрите по остроте У меня очень острый перец, поэтому у меня будет один перец ручковый острый Лук, зелень, чеснок, лимончик, огурчик соленый обязательно Не нужно никакие там корнишонные, бочковые, обычные соленые маринованные огурцы подойдут лучше всего Соль, перец по вкусу добавим, томатная паста, 3 где-то ложки даже добавим Рассол обязательно, рассол это придает свою зименку и будет очень вкусно И оливки, также в конце еще нужно будет сметанка, ну сметанку я не поставил, потому что заветрится Пока будем все готовить, пока будем нарезать, варить, жарить В принципе это все, что нужно, поэтому начинаем Начну я с того, что я буду варить бульон Очень вкратце покажу, как варится бульон, все, я думаю, знают, как его варить То есть курицу распотрошили, почистили, обшмалили Сейчас в казан нальем воды, ну и походу буду показывать Поэтому сегодня я готовлю вкуснейшую соляночку в казане на костре А вы на канале Алка Мясо, поехали! Первое, что делаем, берем казан, наливаем в него воды И начинаем варить бульончик вот с этой прекраснейшей домашней курочки Поехали! Первое, ополаскиваем и набираем воду Второе, разжигаем костер и начинаем варить Разожгли костер, промыли курочку и начинаем варить бульон Сразу же ложим одну луковицу и одну морковку Накрываем крышкой и ждем закипания Пока у нас готовится бульончик, давайте сразу все нарежем Сразу нарезаем гуску, повторюсь, это у нас индюшачья попка, задок Я буду все нарезать вот на такие кубики Все мясо сразу складываем в отдельную посуду Нарезаем колбаску, колбаску разрезаем пополам и нарезаем полуколечками Нарезали колбаску, нарезаем колбаску краховскую через букву Х А колбаска, повторюсь, тоже из индейки Кто не любит большие кусочки, может еще помельче нарезать Но я все равно буду обжаривать, она все равно ужарится еще немножечко, поэтому будет такая мужская соляночка Нарезали все мясное Нарезаем овощи Нарезаем лук Лук нарезаем на небольшие кубики Тоже сразу отправляем все в отдельную посуду Нарезаем морковку Нарезаем вот на такие кубики Нарезали морковку Следующие нарезаем огурцы соленые Огурцов у меня ровно 7 штучек Огурчики нарезаем вот на такие кусочки Закипела курочка Собрали всю пленку Бросаем 2 лавровых листика И немножко перца горошка Варим приблизительно 40 минут Прокипела вот на таком медленном огне курочка 40 минут Достаем ее Лук и морковка уже свое дали Убираем морковку, убираем лук У нас остался один чистый бульон Меняем казан Достали курочку Сразу курочку разделываем Я всегда отделяю отдельно мясо Отдельно косточки Разделываем курицу Теперь отделяем от курицы все мясо Отделили все мясо от кости Убрали шкуру Все мясо нарезаем на небольшие тоже кусочки Приблизительно вот на такие Нарезали мясо У нас все готово И продолжаем готовить солянку в казане на костре Поменяли казан Бульон отложили в сторону Начинаем финишную стадию готовки нашей солянки Первое засыпаем нарезанную гуску и колбаску И средний огонь держим Чтобы не пригорело Но при этом немножечко поджолотилось И растопился жирок Обжарили буквально 3 минуты Вот так вот растопился жирок Теперь обжарили немножечко Теперь достаем все Сразу же сюда добавляем лук Лук обжариваем Тоже буквально 2-3 минуты 2-3 минуты поджарили лучок Он поджолотился уже Добавляем морковку У меня не очень была жирная колбаска и гуска Немного вытопилась жира Поэтому можем сюда немного добавить бульона Обжарили морковку и лук Обжарили морковку и лук в общей сложности минут 10 Теперь возвращаем обратно нашу колбаску Перемешали Сразу же добавляем сюда курочку Нарезанную И солененькие огурчики Огонь продолжаем держать тоже средний Обжарили приблизительно минуту Добавляем чесночок 3 зубчика И добавляем 3 столовые ложки томатной пасты Солим Приблизительно Ну я не солю много Поэтому ложу чайную ложечку И перчим Тоже приблизительно Чайную ложку Посолили Поперчили Перемешиваем Вот так вот огурчики дали сок Аромат конечно стоит Друзья Не передать Наверное пожалуй Пошлю я вам этот аромат Чувствуете Какой запах стоит Все подходит к своему логическому концу К завершающему процессу Нарезаем зелень И зелени у меня сегодня будет Петрушечка Немножечко кинзы И укроп Нарезали зелень Давайте сразу же нарежем лимончик Лимончик я буду нарезать Полудольками По вкусу кто как любит Так и добавляет лимончик Кто не любит маслины Ну вообще это самое необходимое Конечно такая вкусовое Которое придает вкусовое качество Для нашего блюда Ну кто не любит Может добавить конечно оливки Вот я буду добавлять целыми Некоторые режут В принципе можно и нарезать Как угодно Хоть тоненько нарезать Хоть напополам Я буду добавлять целыми Обжарили приблизительно 10 минут Вот так вот все у нас готово И теперь заливаем заранее приготовленным бульоном Какой прозрачный бульончик Залили бульончиком Я ложу один остренький красненький стручковый перец Огонек так называемый Смотрите кто не любит острое Можно его не ложить Просто достаточно перца И заливаем теперь наш рассольчик У меня полстакана Вот теперь у нас почти все готово Перемешиваем Соляночка закипела Теперь добавляем маслины И добавляем зелень И буквально две дольки лимона Последний раз перемешиваем У нас все готово Сейчас закипит Буквально минутка Снимаем И идем пробовать Вот так вот только достал с пылу жару Еще даже кипит Вот так вот выглядит соляночка Приготовленная в казане на костре Солянка готова полностью Вот так вот она выглядит Готовый вид ее Пробуем что у нас получилось Ну что начинаем пробовать вкушать Вот такая вот получилась соляночка Очень вкусное блюдо Смотрите по соли Кому может добавить соли Конечно идеально сметанки Я сметанку забыл сегодня купить Поэтому будем без сметанки Пробовать на варистое На бульончике курином Можно конечно сделать Не на курином Можно и на говяжем Некоторые умудряются и на свином делать Поэтому я люблю на курином бульоне делать Ну что пробую Горячее А как вообще можно пробовать без наших традиций Пускай пока немного остывает И нальем холодненькой Запотевшая бутылочка С холодильничка Скажу вам немножечко даже подустал Пока готовил Ну жара в Краснодаре еще продолжается Ну что всем большое спасибо Подписывайтесь Ставьте лайки Оставляйте комментарии Пробую Ваше здоровье Хай щас тыть Обалденно вкусно Не буду томить оператора голодом Друзья готовьте Готовьте с удовольствием Готовьте с настроением Я вам скажу Приятного аппетита До новых встреч Пока Как говорят Между первой и второй Промежуточек небольшой Елена Ивановна Вам привет Ваши слова Знаменитый Не знаю Наверное Эта рубрика уже уйдет за кадром Потому что очень мало людей Досматривают ролик до конца А здесь самые вкусные Как раз Добавил я сметанки Соляночку 100 грамм Друзья Ваше здоровье Приятного аппетита Соляночка Соляночка Бутербродик с икрой Подойдет почти всегда под все Вот это я понимаю Действительно вкуснота Я заметил Чем больше икры наложишь Тем вкуснее всегда Ладно Присоединяйтесь Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok